И всем привет, ребят! С вами Мистер Вань, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен супер-мега-крутому спец-режиму, который мы долго ждали. Это Воспожига. Сегодня мы потестируем её, посмотрим, что же нам подготовили разработчики. Я, конечно же, одну каточку уже сыграл, дабы посмотреть, что же там вообще имеется у нас. Заберём 12 целых танкойнов сюда в карманчик. Ну и отправимся на Воспожигу смотреть, что же у нас там вообще присутствует. Карта у нас полигон, к сожалению, не обычный, а матчмейкинговый. 8 на 8 ВЖ с дропом, без нарки и без дронов. Это то, что я хотел, если бы ещё не было бы... Ну ладно, расходка как бы дроповая, это пофиг. Но вот если бы карта сама была бы полигончик, не матчмейкинговый, а обычный, Ну это было бы просто сок, это была бы бомба, это было бы классно, это было бы офигенно. Но я вам скажу, сыграв один бой, я увидел безумно большое количество золотых ящиков. И это, наверное, то, чего ждали очень многие. И сегодня мы постараемся попробовать здесь на видосе скатать, половить голды. Ну и выиграть бои, посмотреть, сколько здесь вообще можно зафармить всего на этой воспожиге. Плюс, конечно, в этом весь тот, что вы не тратите расходку. Плюс это вооружение, которое максимально быстро уничтожает, соответственно, дополнительный фонд. Как бы кто мне сейчас не сказал, что типа фондов в матчмейкинге нету, он всё равно имеется. И за счёт этого вы можете неплохо так подзаработать. У нас где-то сейчас будет выпадать золотой ящик, только я пока что не вижу где... А, во, вижу, всё, я что-то как-то это затупил. Так, работаем, 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 но меня походу сольют или нет? Ай, сливают за миллиметр до голда, сейчас бы хорошую такую тыщеночку плюсану, но... К сожалению, его не взял и кто-то его забирает. Голдов реально сыпет дофигища просто. Вот видите, уже второй падает, но тортов я пока что не видел. Надеюсь, что сегодня мы тортулички увидим, может, даже на этом видеоролике, а может быть на стриме, который будет буквально сразу же после данного видоса, который выйдет. Поэтому, если вы вдруг смотрите видеоролик, то знайте, что, может быть, прямо сейчас имеется замечательная трансляция, на которую мы наваливаем на вас пожижечки, поэтому присоединяйтесь тоже. Ну, а мы стараемся выиграть. Конечно, вот эти вот три точки не дают супер-мега-большого количества мясных ситуаций, но если постоянно упарываться в те зоны, где падают голды, да, то я думаю, что можно неплохо так накидывать. То есть, я вот сейчас за буквально две минуты уже 11 киллов дал, 12 киллов дал. То есть, ну, вы понимаете, что это реально крутая темочка. То есть, если вы можете за такую катку набивать настолько большое количество киллов, то это безусловный плюс. При том, что, ну, как я уже сказал, вы не тратите расходку. Те ребята, например, которые говорят, что, ай, расходку надо тратить, ай, там, надо еще дрон иметь, там, батарейки хавает и все прочее, то здесь таких моментов нету абсолютно никаких, и вы можете спокойно навыливать. Но, к сожалению, каточку мы проигрываем. Тут молодые опасные люди, дошики, онсы, всех знаем. Те, я думаю, что также присутствуют на подобных видосах и заглядывают, да, Максимочка, если ты меня слышишь. Здорово, Максимочка, здорово. Так, ну что, 4 минуты до конца. 4 минутки до конца. Постараемся выиграть. 14 киллов очень неплохо по киллам, ну, прям очень неплохо. Мне нравится, что здесь получается. Конечно, нельзя забывать про то, что и ботов очень много пикает, но вот так вот двоих спокойно можно сдувать, абсолютно спокойно. Двоих, как и в старые добрые времена, один двоих сдуваешь, и, в принципе, получается неплохая камбулечка. Ну и можно также где-то на подсосах порошков сыграть. Голд, к слову, иногда сливается с нетрулечкой, поэтому, наверное, я думаю, что можно будет также потом отключить зоны обычных дропов, чтобы только голды были видны. Но это я уже сделаю потом. Ну а пока что мы стараемся, ну, я не знаю, выиграть как-то, но пока, конечно, слабо что-то здесь получается. И, к слову, я вот играл катку за ту сторону, да, вот можно сказать. Да, за ту сторону также выиграл очень легко. Может быть, здесь дисбаланс на воспожиге по сторонам есть какой-то, но пока я, конечно, к этому еще полноценно не пришел, и я на это на 100% ответить не могу. Да, то есть, может быть, это совпадение всего лишь, у меня просто команда, которая не особо жестко наваливает. Но факт есть факт, мы проигрываем, и довольно бесшансово, да, 20 киллов я дал, 2.40 до конца, в принципе, времени полным-полно. Здесь бы еще найти какую-нибудь такую позицию, чтобы можно было бы жестко чпокать, то было бы вообще найс. Да, ну и минус того, что все-таки респы далеко друг от друга, да, далеко от баз, если бы респы были бы в одной зоне, было бы, конечно, намного покруче, и мяса было бы больше намного, да. То есть, 5 минут прошло, каточка, ну, такая кисловая заканчивается, с засрочкой плюс проигрыш 1600 кристаллов дали. Вот мне интересно, если выиграть, да, и набить при полной катке большое количество киллов, вот сколько можно поднять. Если реально с такой катки поднять где-то около пятерки, то я считаю, что это очень, может быть, прибыльная темочка, но пока мы до этого еще не дошли. Но стараемся, стараемся к этому прийти, пробуем, посмотрим, получится, не получится. Голды сыпет. К слову, в этой катке, конечно, немножко поменьше, чем я катал первую, но, в принципе, тоже неплохо. Давайте попробуем поймать, может быть, получится. Вылетает золотой хрящик, я выбираю позицию для чисто дамага красивого, но меня, конечно же, здесь тоже встречают красиво, я умираю, но свои пару киллов дал, да, один килл и парочку типово зацепил. Ну, не сказать, что супер круто, но можно было бы там где-то 3 килла дать. Я, конечно, немножко поторопился, у меня еще плюс чел, зачитал довольно просто. Так, ну, пробуем, 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 пробуем выигрывать. Пока что по выигрышам, ну, вообще просто никак, просто никак. Я не знаю, что здесь уже робить. У вас по жига обычная, жига, я так понимаю, без никаких устройств, да, так же, как и у вас, и, в принципе, ну, компактные баллоны, конечно, это было бы зажирно. Да, здесь бы вообще все танки очень люто горели бы. Ну, а так, в принципе, наверное, дефолтная вас по жига, единственный минус в том, что даже, ну, вот этот дроп, это пофиг, да, вот то, что карта полигон матчмейкингу, вот это вот печально, если полигончик был бы обычный, была бы вообще кайфовая бомбочка. А так все-таки необычный полигончик, и такого мяса все-таки не будет на таких полигонах. Ну, и плюс здесь как бы три точки, и три точки, это значит, что молодые люди едут не на одну точку в центр все, а едут по разным сторонам, и в очередной раз такого мяса не будет. Но, ладно, это уже тот минус, который я заметил, но, в принципе, то, что не добавили расходку и дроны, это уже огромнейший, просто огромнейший плюс, и за счет этого можно будет давать здесь по 30 киллов, я думаю, что вообще в легкую. Главное, конечно, чтобы, ну, команды были примерно равны, то есть здесь очень многое будет зависеть от команды, и даже как бы я бы много киллов бы не давал бы, если мои тиммейты не будут захватывать точки, то и шансов у меня на победу не будет. Вот я могу там дуть по три танка, да, как старые добрые, но если никто помогать не будет, то как бы, ну, как бы я бы не дул по три танка, от этого особо смысла никакого не будет. Поэтому надеемся на то, что сейчас моя команда заиграет, вдруг резко, и мы начнем выигрывать. Уже, в принципе, точки пошли под захват, и можно сейчас еще попробовать цешечку под захват бахнуть, бахнуть, и если это получится, то будет вообще супер бомбически, и начнем сразу скручивать центр три танка, можно быстро, конечно же, сюда влететь, забрать кильчик один, можно было бы, конечно, побольше забрать, не получилось, так, быстро забираем точку, стараемся еще подобрать д-д-шечку, чтобы накинуть побольше дэмэджа, хотя бы вот по этому танку, и, ай, второго не успел зацепить, но тот кильчик долетел до меня. 14 киллов за полбоя, очень неплохой результат, но надо победочку, надо победочку, поэтому стараемся сейчас на центр, ой, там голд падает, я что-то как-то даже провтыкал, что голд бэчик будет падать, ну ладно, пофиг, 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 нам надо главные точки, 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 работаем на точке, пока тортов нету, да, работать на точке, вот когда торт будет, вот тогда будет мясная темочка жесткая, а пока торт... Обычный колд, я уже испугался, у меня просто звук тихо стоит, я уже испугался, что это тортелоч, Будет сейчас падать, да, пятнашка, пятнашка, где голд? А, голд там падает, далековато, не доеду. На мясные точки всегда на голде надо ехать, дабы забирать дополнительные киллы, чтобы вот так вот хотя бы влетать, хотя бы там три танчика сдувать на лёгкую, и вот если всегда в такие тайминги упарываться, то будет неплохо. Ну ещё эти ноль урона, да, тоже, такая себе шляповая тема, не особый любитель я нуля урона. Так, где-то голд, чувствую, он будет, нет, слева вроде нету, на барчике красивом нету, на барчике красивом нету, а где голд? А, голд у нас падает там сверху на точечке, я понял, так чуть подожгём молодого, чтобы у него жопочка чуть-чуть подгорела, а, ну и меня тоже как бы так же самое чпокнули. Дениска и Риска забрала Залдецкий, а мы три точки просрали, и это Габелла, что я могу сказать, Габелла, Габелла, мы опять проигрываем бой, опять две минуты до конца, и опять 12 на 25, но это просто жесть, что я могу сказать, надо как-то забрать шесточку, стараться хотя бы, ай, не отхватил даже, ну давай, молодые, на точки, на точки газу и молодые, надо выигрывать, надо выигрывать, ну либо хотя бы полную катку сыграть, чтобы понять, сколько вообще можно с этой катки получить, так, дадашечка дроповый, это хорошо, 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 задуем, задуем первого, ай, все, второй даже не захотел подъезжать, и это опять поражение, опять около двоечки берем, опять такая же самая катка, поэтому надо, ну, ну надо хорошую скатать, ну надо хорошую сказать, если я сейчас хорошую не скатают он но это будет шляпа усатая то есть но без хорошей катки как бы ну ну шляпа ну что если нет хорошие что и что я могу делать да то есть я не могу заканчивать видеоролик пока я здесь четверочку хотя бы красивую не заберут только четверочку красивую заберу сразу можно будет сказать что все very wonderful и наваливать точку захватили здесь кстати в точке очень выгодно захватывать надо постоянно упорываться на эти точки можно с этого очень неплохие очки иметь ну и для тех ребят которые например не умеют не имеют никакого вооружения зайти на вас по жижечку да просто по наваливать по зарабатывать опыта халяву я думаю что это очень просто бомбовая тема не надо тратить ни расходку не там вооружение у вас даже если никакого нету все просто зашли на вас по жижечку например вот как на моего можно было бы зайти порно то шафта да то есть например там мнение никаких вас пожит я бы мог бы туда зайти in по наваливать но минут в том что они добавили супер миссии если бы добавили бы супер миссии было бы прям очень круто да то есть супер миссиями был бы определенный больший смысл в этой всей игре и к слову наверное давайте я буду ездить только на центр вот я чувствую что на центрке по фарму можно поднять намного больше одного сжог второго поджог хорошо шикарно плюс два кильчика вот если всегда давать по два килла со свою смерть это будет очень неплохо так там голда нету ищем голд где голд голд походу опять слева да опять он слева падает я пытаюсь слить типа ну ладно я уже до голда не дает у двоих опять сдувая работа великолепная когда по двоечке можно сдуть это очень хорошо есть дроповая дашечка есть центральная точка которая не под нашим захватом и мы ее должны конечно же запирать появи молодой текущий но я конечно никого не забрал ну дамыш свой вкинул мои тиммейт вот вот это нормальные тиммейт вот это типы которые хотят выиграть я понимаю с этой командой мы точно нужно выиграть вот если мы с этой командой не выиграем ну тогда я же не знаю какие команды надо иметь в матчмейкинге чтобы выигрывать такие бои так газуем 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 на точку посмотреть сколько стучки дает 135 . 135 . 10 и сверху 15 да ой хорошо это 25 . просто за захватик грубо говоря почти два кильчика на так но это походу победная по крайней мере пока что она выглядит как победная и лов конечно не так много пока делается виде наверное с тем что на голды какие-то мясные не подъезжаю но я думаю что и сейчас будет еще падать то на мясных голдах мы точно должны зафармить точно должны зафармить . и не захочу пусть у меня сгорю лоховато но главное противнику не отдавать да если наш тиммейта по 2 будет контролировать и может еще дроповую не трубочку забрать и все эти ребята к слову которые говорят о том что дроп там лишние типа зачем дроп добавили все прочее в принципе это хоть минимально какое-то преимущество дает но и плюс без дронов как бы особо большого смысла нету в этой расходке поэтому там не переживайте если какой-то молодой человек там едет на броне или едет надо дашки вы знаете что у него там урона но особо много не стало то есть ничего особо не поменялось в принципе как играл так и играет но мы пытаемся наваливать пытаемся забирать но меня к сожалению дожигает молодой молодой дожигает дроповая дашка падает игол тоже падает точки голдов какие-то очень далекие зон даст респа доехать после того как падает ну довольно тяжеловато на мясная тема пошла работа его четверочку всунул вот если всегда на голдах так по четверочки давать то я думаю что мы заберем то что я хочу мы заберем то что я хочу я хочу тридцатку киллов у меня три минуты еще есть на эту тему и надо вот лови час тайминги если поймать парочку таймингов таких хороших но вот еще бы точки бы захватывать что тут по . как-то кисляк кисляк по . пока что кислячок надо забирать молодой газует до газуете его конечно на поджожечку дам красивую пильчик долетит 18 работаем работаем надо выиграть надо выиграть надо выиграть определенно такой бой нельзя проигрывать но просто никак просто никак если мы его сольем то это габела то это габелье габелье это габелье это это габелье это габелье 19 19 19 но это неплохо 19 это неплохо но каточка 5 в печальное русло начинают уходить стараемся сейвить центральную к столу можно было бы попробовать наверно от ямочки по отыгрывать но это за другую базу желательно за другую базу можно кстати в яме попробовать отыграть и там от ямочки зафармить к слову это может быть очень неплохая тема очень неплохая я конечно уверен на 100 процентов но по ощущениям может быть очень неплохо пробуем захватывать мы проигрываем опять я вот только говорил что у с хорошей командой мы должны выигрывать, но мы проигрываем. Мы опять проигрываем. Опять третья катка. Три из трёх проигрывать, но это Габелла. Три из трёх проигрывать, но это вообще не по-нашему. Три из трёх проиграть, это просто дичь какая-то. Дичь. Три точки под захват. Сразу как будто меня тиммейты услышали. И сразу голд. Надеюсь, что сейчас противник поедет за голдом. А не за точками. Где голд? Не батю. Какая-то крыса мне чпукнула. Голд у нас там сверху. Ну ладно. Точки, надеюсь, точки, точки. Под контроль. Под контроль. Молодые, молодые. Контроль, контроль. 50 секунд, контроль. Куда едем? 50 секунд контролить надо. Ну вы чё гоните? Ну чё сольём же бой? Ну вы чё, молодые? Молодые, ну завязывайте. Ну надо выигрывать. Давай, давай, давай. По точечкам работаем, работаем. 23 кильчика. Хороший результат, но мы пока не выиграли. Надо выиграть. Это та катка, которую я хотел выиграть и как раз недосрочкой посмотреть, сколько здесь вообще дают. Давай, 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 давай. Двоих поджог. Двое точно. Ну, сгорят. Ну, работаем. Ну, работаем. Молодые, работаем. Надо центральную забирать. Центральную или цешечку. Пойду на цешечку. Цешечку заберу, чтоб мы точно выиграли. 13 секунд до конца. Это победка, это победка, это победочка, это победочка! 24 кила, конечно, не супер бомба по киллам. Но вот этого молодого я сейчас заберу. 25. 25. И меня ещё кто-то обогнал. Победа. И сколько? 2 600. Маловато, маловато. Если честно, маловато. Я ожидал большего, большего. 2 600. Это, конечно, ну, наверное, не то, чего я бы хотел бы увидеть. Но и весь-то прикол-то в том, что, как бы, катка равна. Есть возможность половить голдес. Но в принципе, в принципе, если подвести итог, да, неплохо, но можно было лучше. Можно было лучше сделать. Но васпожига, это, наверное, реально, ну, с чем только можно сравниться. С васпосмокой. Ну, и то я бы поспорил, да. То есть, что лучше, васпожига или васпосмока. Поэтому тестируйте, катайте и пишите, что вы думаете по поводу этого режима. Но у меня вот в голове только один минус, да. То есть, полигон ММ шляпа усатая. Вот полигончик бы обычный был бы. Была бы совсем другая песня, совсем другая сказочка. И фармилочка, я думаю, что была бы тоже намного жёстче. У меня, друзья, на этом всё. Прожимайте лайк на данный видеоролик, если вам понравилось. Обязательно подписывайтесь на канал, если ещё не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы ничего не пропускать. Ну, а с вами был Мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.